Так, ну, значит, сегодня план какой? Я вообще довольно много хотел бы сегодня успеть и даже чего-то доказать, вот, существенное, но я не уверен, что я это все успею. В общем, хотелось бы рассказать более подробно про бесконечность алгебры и бесконечность отображения, и хотелось бы объяснить, как это связано, как бы, с парадигмой, которую говорит нам теория модельных категорий, это можно не знать, что такое теория модельных категорий, то есть почему, как бы, вот, вот, бесконечность морфизмы, это, как бы, ровно то, что должны давать нам гомотопические классы морфизма в гомотопической категории ассоциативных алгебр. Но это, если кто-то не понимает, это нормально. Вот, и я бы еще хотел поговорить о следующем, что, вот, я определял в прошлый раз два таких функтора, бар, вот, из алгебр в коалгебры, только наоборот, да, это будет, вот, бар это коалгебры, бар это левый сопряженный, а, а, нет, наоборот, да, вот этот вот коалг, а это, значит, то есть кубар, кубар, а это бар. Нет, только сейчас, я что-то, надо было, надо коалгебры написать в его стране. В общем, то, что я хочу сказать, это то, что хом в, значит, в, из бар, а, там, а, а, сейчас, секундочку, секундочку, что-то какая-то небольшая, а, да, все правильно, хом из коалг, кубар, кубар, кубар С в некоторую алгебру А, вот, это, значит, хом в алгебрах, вот, это, как бы, изоморфно хому в коалгебрах, из С в ко в бар от А, вот, и на самом деле мы доказываем, что они изоморфны посредством того, что и то, и другое, на самом деле оно изоморфно, потому что называется twisted maps, скрученное отображение из, в, то есть из С ва, вот, и мы это, значит, сделаем, это одна вещь, которая со всем этим связана, и вторая вещь, это то, что, значит, Значит, кобар от бар от а, оно проектируется и всегда в квази-изоморф на а. То есть это некоторая такая, хоть и не экономная, но, тем не менее, совершенно каноническая резольвента. И c, значит, у нас а это алгебра, если еще непонятно, или там dg алгебра над полем, а c это q алгебра над полем, и c отображается в бар от c, и это тоже, значит, квази-изоморфизм. То есть это такие канонические резольвенты. На самом деле, ну, понятно, что определить, что такое бесконечность там отображения, бесконечность морфизм, можно и без всего этого дела, но, как бы, мне кажется, что я как бы хотел... Вот мы тут еще переписывались, Аршак вопросы какие-то задавал, вот я подумал, что было бы хорошо все-таки объяснить это более концептуально, но это довольно много всего, поэтому вот я не уверен, что я все это успею. Вот, ну, значит, я начну, соответственно, с того определения, которое я давал в прошлый раз. А именно, значит, определение было такое. Значит, что такое? А бесконечность алгебра. А. Значит, это мы берем... А это просто векторное пространство в данном случае. Мы берем А, сдвинутая... Блин, какой-то мел. Вот тот, который был в этой комнате, он какой-то был более душевный. А, сдвинутая на единицу, берем свободную коалгебру. Коалгебру С, это значит коалгебра. Ко свободную, значит, без единицы. Без коединицы, это с плюсиком. Ну, это я напомню, что такое. Это значит сумма по n больше либо равно единице, А, сдвинутая на единицу в степени n. Вот. И коумножение, соответственно, оно задается... Ну, вообще, на ко свободной коалгебре коумножение задается просто вот от v1 тензор на vn. Оно задается таким образом, что эта сумма по l, значит, больше либо равно единице, вероятно. И тут нужно написать v1 vl. А тут надо написать такое большое, можно его так обозначать тензорное произведение. И будет тут vl плюс 1 vn. То есть то же самое мы делаем и тут, и это, значит, такая ко свободная коалгебра. То есть это аналог, на самом деле, коалгебра, не свободных, то есть свободных костативных алгебр. Кстати, можно тут сделать совмещание, но ладно, я его сделаю потом, чтобы не отвлекаться. Вот, значит, прошла на коалгебра с конечностью с алгебра, это кодифференцирование d от этого дела tc плюс а1 такое, что d2 равно u. То есть это как бы делает вот эту вещь, она делает ее, значит, делает ее деференциальной коалиференцированной коалгебр. То есть мы вот на этом хозяйстве вводим дифференциал, который кодифференцированный. Дальше выходит в инцидне, это значит, что d, примененная к дельте от другого элемента амеги, это, нет, на самом деле, я не правильно сказал, дельта от d, приведенная к амеги, вот, это надо взять, применить дельту от амеги, и тут взять единицу по первому аргументу на d плюс d на единицу. Вот, и применить, значит, вот как мы делаем. То есть вдруг вовляет, в каком-то смысле это двое, то есть в прямом самом, это двойственное к тому, что такое инцидне у меня даже алгебра, да, то есть это двойственное к тому, что d в случае алгебы, ну, какое d от а, b равняется d а на b плюс, ну, плюс минус, может быть, конечно, плюс а на d в. Вот в этом случае это пишется таким образом, что если мы применяем d к любому элементу здесь, там, амега, и применяем теперь дельту к нему, то, значит, мы, вот эта штука, она принадлежит квадрату, в нашей клаве, да, и, соответственно, мы должны применить d к первому аргументу и к второму, и все это дело сложить. То есть правило не это с нами будет. Вот, это значит, я хочу, первое дело, что я делаю, я хочу сделать это все явным, я в прошлый раз обещал, что я это сделаю явным, но немножко не подготовиться. Вот, а второе, это первое определение, а второе определение, киповая бурь и содержательное, вот, оно, оно говорит такое, что пусть а и б, две, а бесконечно сталкиваем, тогда, а бесконечности отображения, отображение из А в В, это такая вещь, это отображение d, g по алгебр, по свободу. Сейчас я их напишу, значит, вот это вот, с t от c плюс от а сдвинутого на инфиницию, вот здесь у нас есть, значит, который дается предыдущим определением, вот это динфинцирование dA. Сейчас я закончу, закончу давать общее определение и немножко, значит, предыдущим примером. Значит, тут будет В в внутреннем стиле на инфиницию, тут есть dV. И вот, соответственно, у нас должно быть отображение вот этих d, g по алгебр, и, в принципе, это все. То есть, у нас должно быть отображение d, g по алгебр, такое, что, ну да, то есть оно даже должно переводить это для d, g по алгебр. Вот, и это дает некоторую данную сеть. Такую, ну да, то есть, в принципе, вот здесь d это дифференцирование, а здесь уже просто отображение. Ну, на самом деле, с моей точки зрения, а не с конечностью отображения, это более содержательное, значит, понятие, и для этого как раз я бы хотел об этом нам всем поговорить. Но давайте, значит, сначала я немножко приведу к примерам, значит, например, один, это такой, значит, пусть а это настоящее, пусть а это даже алгебра, или просто алгебра, как хотите, это даже алгебра. Вот, тогда, значит, у нас есть бар от а без единицы, давайте я им бар с плюсиком обозначил, это дежекуалу, правильно? И на самом деле, это дежекуалу, но это в том числе вот эта вот наша штука, то есть это, ну, да, то есть это, значит, а у нас, ну, у нас а, значит, в степени минус один, да, а в квадрате в степени минус два, и так далее, а в кубе в степени минус три, и есть вот этот вот бар-дифференциал, который, значит, вот здесь, ну, я их выписывал много раз, да, здесь это А, то есть это В, переводят в АВ, и так далее, вот, и это является, то есть вот эта штука, она является дежекуалгебой, то есть вот это отображение, бар отображение, оно, то есть вот я стартовал с честной алгебой, то, что я получаю в результате, это и дежекуалгеба, то есть вот этот вот бар-дифференциал, он удовлетворяет вот такому, значит, слову, это дежекуалгеба. Вот. Ну, это очень просто показать, потому что, ну, мы же знаем, как это выглядит, бар-дифференциал, то есть если у меня омега, это А1 умножить на А, А2 умножить на АН, то бар-дифференциал, это бар-дифференциал, вот, амега, это А1, А2 умножить на А3 на АН, минус А1 на А2, А3 на А4, и так далее, ну, и так далее. Вот. То есть я беру просто по всем парам, с соседних элементам, произвожу умножение. Вот. И теперь, если, теперь я знаю, как, вот это D. И теперь, что значит, произойдет, если я от этого D2, то на миге возьму D, то есть вот мой оператор D, который совершенно экономически вот так вот пишется или взбивает на все части. Ну, понятно, что я получу таким образом, я просто должен каждый из этих маномов разбить на две части, ну, вот это, вот это, и так далее. То есть это будет сумма по, там, n больше или равно единице, вот, и еще дополнительная будет какая-то дополнительная сумма по тому, в каком месте я произвожу вот умножение двух элементов. Ну, в принципе, вот, например, ну, грубо говоря, самое основное, что нам нужно принимать, это то, что когда я его забью на две части, это в каждом вот из этих маномов умножение будет либо в одной, половине, либо в второй половине, потому что умножение, это некоторые элементы, ну, то, что, соответственно, произойдет, ну, либо здесь, либо здесь, правильно? Извините, а вот говорят, очень плохо слышно, видимо, из-за того, что микрофон разряжается. Ну, по-моему, чтобы вы думаете, это считалось выбирать, ну, я не знаю, как это будет. А так лучше слышно? Если вы учите, вы думаете, что будет очень хорошо, да. А так слышно, да? Так слышно? Алло, а так слышно? Он вроде бы включен. Слышно? Да, может слышно сильно. Да? Сейчас, давай тогда, давайте вы поставьте тогда вот эту штуку туда, заряжаться. Да. Ладно? Ну, так, конечно, мне очень неудобно, но попробуем. Если будет слишком громко слышно, вы тогда тоже скажите, я его в карман положу. Вот. Окей. Ну, а, чтобы он не… Это сам понятно. Ну, то есть, значит, вот когда у нас теперь, вот я к этому бар-дифференциалу применяю дельту, то вот эти вот самые, вот эти факторы, которые произведению равны, они будут, соответственно, либо в одной половине, либо в другой. Ну, вот, например, если… Ну, да, то есть, значит, я должен написать, что это сумма по n, и теперь, значит, вот… сумма по l, точнее, да, по l. Ну, и на самом деле, теперь у меня будет d-bar от a1 и так далее, а l, да, вот, на большое тенсивное произведение, а, l плюс 1, а, n, вот, плюс, ну, плюс со знаком, плюс там минус, а, вот это все, большая скобка, а1, а, l, вот, на, вот эту штуку, на d-bar от а, l плюс 1, а, n. Вот, ну, я надеюсь, что это понятно, то есть, тут написано просто то, что, когда я его разбиваю на две части, то, на самом деле, у меня вот это умножение двух соседних, оно будет либо в левой части, либо в правой, то есть, не может быть такого, чтобы оно как бы между двумя частями распределилось, ну, и поэтому у меня есть такое вот тождество, то есть, а это означает, что это равняется дельта от омеги, и тут, значит, d-bar на единицу, плюс единица на, ну, плюс-минус там единица на d-bar, то есть, что, как бы я могу вот так вот, понятно, да, то, что тут сказано, да? Нет, я проверяю следующее, вот я дал некоторое определение общее, а тут я проверяю, что если у меня а, это настоящая, даже алгебра, ну, алгебра там, то ее бар является вот, как в определении 1, то есть, что это кодифференцирование, которое в квадрате равно нулю, но то, что в квадрате оно равно нулю, мы и так знаем, но вот то, что оно кодифференцирование, к структуре коалгебры, это для нас новый факт, вот, то есть, это я проверяю то, что если у нас есть, то есть, это означает, что у нас настоящие алгебры, они отображаются в а бесконечности алгебры, ну, и на самом деле, как категория, конечно, вот как некоторые говорили в прошлый раз, понятно, да? То есть, в каждой алгебре я могу ее же, сопоставив, рассматривать ее как а бесконечности алгебры, но это нечто более общее, вот, в каком смысле? Потому что, ну вот, для любой, вот для такой свободной коалгебры, вообще, вот, Т, С с плюсиком от В, у меня есть отображение в В, проекция, то есть, которая все там В квадрат и так далее, посылает в ноль, и это отображение, оно является аналогом, вот, в случае алгебр, когда у меня свободная там алгебра, алгебра уже, тоже можно сказать с плюсиком, от некоторого пространства W, отображается, ну, да, то вот в ней есть образующие, то есть, вот образующие, вот это образующие алгебра, это кообразующие коалгебры, и любое там отображение, дифференцирование для ко свободной коалгебры, надо достаточно, чтобы его задать, надо задать там проекцию в кообразующие, но это просто вот абсолютно дуально, потому что сказано, говорится для алгебр, вот, и отсюда следует, что чтобы задать такое D, вот как в определении 1, мне нужно задать проекцию вот этого D в Т плюс С от А сдвинутого, на единицу, в кообразующие, в А сдвинутые на единицу, вот, но и это может быть, у этого могут быть вот здесь компоненты в степени 1, в степени 2, в степени 3, на самом деле в любых степенях, но вот у нас и получается там M0, M1 точнее, которая может также D обозначить, которая есть из А единицы в А на единицу, это вот это первое самое, потом есть M2, которая есть, значит, из А на единицу в квадрате, в А на единицу, и так далее, M3, ну и понятно, то есть у нас Mn, оно является отображением из А на единицу в степени n в А на единицу, вот, и это значит то же самое, что А в степени n в А, которая сдвигает на единицу минус n, да, потому что тут единица, а тут n, то есть сдвигает градуировку, а в мобильном, это как бы кообразующие коалгебры, ну, ну, потому что у вас в алгебре, это абсолютно дуально, надо об этом думать, как абсолютно двойственной картинке к алгебре, к свободной алгебре, то есть к тензерной алгебре, у тензерной алгебры есть образующие, вот V, W точнее, да, а это как бы двойственная картинка, вот если у вас есть, например, дифференцирование свободной алгебры, то его достаточное, вот дифференцирование, то его достаточно задать на образующих, а тут достаточно задать проекцию в кообразующие, и мы сейчас покажем, что это такое на самом деле, то есть это я просто слова сказал, потому что на самом деле наша задача, то есть это вот мы любое D, там, любое ко дифференцирование можем задать так, То есть на самом деле любое кодифференцирование, любое, оно задается такими компонентами и наоборот. Любые такие компоненты задают кодифференцирование. Точно так же, как в случае свободной алгебры. Если я задаю его на образующих, я по правилу лейбница продолжаю его до дифференцирования. Но у меня есть условие d в квадрате равно нулю. Вот, условие d в квадрате равно нулю, которое вот я таким образом буквально не могу увидеть. А в нем и есть самая, так сказать, суть. Потому что это условие дает мне некоторые соотношения на эти m. Вот, и вот я хочу понять, как это условие пишется. А для этого я хочу все-таки выполнить вот эту вот задачу, а именно показать, как в обратную сторону. Вот, предположим, у меня есть проекция в кообразующие. Как мне по этой проекции восстановить некоторое, значит, отображение вот из t от a сдвинутая на единицу в t, a сдвинутая на единицу, да? То есть вот это же у меня вот такое отображение. Вот, ну вот я хочу как бы вот здесь, я должен так взять какой-то маном, много раз применить правило лейбницы. И вот у меня получится вот этот случай. Вот я хочу как бы явно написать, что у меня получается в двойственном случае. То есть в обратную сторону. Если у меня есть вот такие проекции, то есть вот такое вот d, как мне по нему построить что-ли вот d с крышкой, давайте его назовем. То есть вот d, из которого вот эти проекции произошли. Ну и то же самое d по сути, но просто чтобы вот немножко различать обозначение. То есть вот если, то есть смысл, что если я беру d с крышкой, а потом еще беру вот проекцию в код-генераторы, вот эти, то это у меня просто d. Но я теперь хочу вот имея d, построить, значит, наоборот d с крышкой. То есть восстановить вот это вот отображение, которое является кодифференцированием. Да? Понятно, что я говорю? Вот. Ну то есть это как бы вот то же самое, что я тут делаю. Например, если у меня есть w1, w2, и я хочу d построить вот от этого, то я просто беру и тупо пишу, что это d w1 умножить на w2 плюс w1 на d w2. Ну и так далее, если их много. То есть я из отображения d, вот так вот, тут уже будет d с крышкой, из отображения d, из образующих сюда, я могу его расширить до дифференцирования единственным образом. Понятно, да? Да? Или еще непонятно? Понятно, да? Вот. Я хочу просто то же самое написать на двойственном языке, для того, чтобы потом посчитать, что значит, что d в квадрате равно нулю. Ведь d в квадрате равно нулю я должен считать вот для d с крышки, как бы, иначе как мне считать, что оно в квадрате равно нулю? Непонятно. Ну вот. То есть задача совершенно общая. Причем их сразу две задачи, на самом деле, которые мы можем решить просто сразу, чтобы потом уже к этому не возвращаться. Значит, задача первая – это кодифференцирование. Кодифференцирование. И задача вторая – это отображение куалгебр. Куалгебр. Вот. И, значит, кодифференцирование там t от a сдвинутого на единицу в себя. t от a сдвинутого на единицу. И тут отображение куалгебр. То есть, допустим, t… Ну, на самом деле, совершенно не важно, что… На самом деле, да, тут совершенно не важно. Тут можно сказать, из любой куалгебры в некоторую t плюс c от a сдвинутого на единицу. Вот. То есть, главное, чтобы вот вторая куалгебра была вот такой, ку свободной. И тут я беру, значит, проекцию ва сдвинутая на единицу. И у меня есть вот это вот отображение. А я хочу по нему восстановить как бы исходное. Да? Вот. Я хочу эти две задачи решить. То есть, я хочу просто написать явные формулы, из которых будет все видно. Значит, вот тут это d. d, а это, я не знаю, там, допустим, φ, это самое, это будет тоже d с крышкой, это будет просто φ. Вот. Ну, дайте сначала d. Ну, понятно, как это нужно делать. Значит, вот у d с этого самого, вот, есть много компонентов Taylor. Вот мы их так обозначаем. Ну, и давайте тогда напишем, что d с крышкой от любого омеги, ну, надо написать сумму, ну, грубо говоря, давайте, нет, давайте лучше так как-то некрасиво писать. Давайте я просто напишу там d с крышкой от a1, так далее, an. Вот. Ну, мне, значит, нужно просто написать такую сумму. Ну, грубо говоря, я в одном месте применяю, я применяю сумму по, ну, да, на самом деле сумму по вот этим вот l, больше либо равно единице. И я просто в одном месте применяю вот ml какое-то. То есть, я пишу там a1, ну, тут плюс-минус, конечно, должно быть из-за знаков. Ну, если у меня это четные, мы же как бы принципиально рассматриваем задачу, если бы это были бы четные перемены, никаких бы знаков не было. То есть, значит, и тут aL-1, тут, значит, не, aK какое-то, извиняюсь, тут, значит, ml от aK плюс 1 тензорно aK плюс L, вот. И дальше K плюс L, ну, и дальше там до конца, до an. Вот. Ну, собственно, почему? Потому что я знаю, что такое D с крышкой единственное. Это из общих соображений доказывается примерно таких же. Вот. Ну, очевидно, что проекция, да, от этого самого D с крышкой в ко-генераторы, то есть, когда у меня проекция вот в A сдвинутая на единицу, оно ровно такое, как мне надо. И мне просто нужно показать, что это D с крышкой является ко-дифференцированием, то есть, что вот оно удовлетворяет вот этому вот тождеству, которое вот тут написано. Ну, это, казалось бы, совершенно очевидно, потому что если я беру и… Значит, то есть, что мне нужно проверить сейчас? Что-то я уже немножко забыл, сейчас посмотрим. То есть, мне нужно проверить, что я беру D с крышкой Омега и к этому применяю дельту. То есть, вот я, значит, вот к этой вот правой части применяю дельту. То есть, я беру и всевозможным образом разбиваю ее там на две половины. Ну, понятное дело, что у меня вот это вот M, какое-то M, L будет ровно в одной половине, а в другой будет просто вот кусок вот этого подряд идущих A, да? Поэтому это будет в точности равно, ну вот, identity на D с крышкой плюс D с крышкой на identity, вот, примененная к дельте от Омега. То есть, это, собственно, формула, которая говорит, что это ко-дифференцирование. Ну, то есть, вот она пишется очень просто и на самом деле… Это сумма, извиняюсь, по K, да. По K и по L, да, конечно, да. Ну, тут еще надо знаки писать. Причем знаки, они такие, что вот как бы M, L там имеет какую-то степень, в нашем случае минус L плюс 1, и вот это вот имеет степень K, и, значит, должен быть знак там минус 1 в степени K на L минус 1. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, в счетном случае никаких знаков не возникает, а знаки – это, в общем, такая история не очень важная. Вот, ну, хорошо, то есть, значит, формула, она устроена таким образом, да, и, ну вот, и, собственно, нам нужно взять такое вот отображение D с крышкой и посчитать, что значит, что D с крышкой в квадрате равно нулю. И это нам даст некоторые вот тождества на вот эти M1, M2, M3, и это и будет, соответственно, условие обесконечности алгебры. Ну, оно… Ну, давайте мы сначала, вот прежде чем это делать, решим вторую задачу. Вторая задача – это, значит, задача про как нам таким же образом написать обесконечность алгебры, не дифференцирование, да, а отображение. Вот, то есть, у нас есть, значит, C в такую вот свободную. Ну, я пишу уже просто вот A с двинутой на единицу, на самом деле, это, конечно, не важно. Тут могут быть любые генераторы V, и вот есть, значит, некоторая FI с крышкой, которую я хочу найти, исходя из некоторого FI, это, значит, проекция, в A с двинутой на единицу. Ну, во-первых, я опять-таки могу просто из общих соображений показать, что такое отображение единственное, и теперь я просто напишу формулу, и для этой формулы я проверю, что оно является вот таким FI с крышкой, да. Ну, как я напишу? Ну, понятно совершенно, что вот от C я должен написать, но я должен, значит, взять сумму по N больше либо равно единице, тут я должен написать дельта N-1C, то есть я должен N-1 раз применить вот эту дельту в C, то есть, значит, это C, это уже большое C, отображается в C в степени N, и вот это вот дельта в степени N-1, это же дельта, она коостативна, поэтому в каком порядке применять совершенно не важно. Вот, значит, я применяю, значит, тут у меня получается элемент из C в степени N, и теперь я каждому элементу из этого C в степени N применяю мое FI, то есть надо вот написать таким образом, что это FI умножить на FI умножить так далее умножить на FI, то есть, ну, FI, оно, естественно, точно так же, как вот сумма по N больше либо равно единице. Ну, вот, это и есть формула, то есть, на самом деле, здесь, конечно же, у меня вот эти проекции, они тоже неоднородные, то есть они тоже будут состоять из вот этих вот элементов, как бы разной степени коэффициентов, разных коэффициентов Тейлора. Об этом надо думать как о коэффициентах Тейлора в таком дуальном смысле. Ну, вот это вот FI, оно тоже будет состоять из FI там 1, из C в А, из сдвинутой на единицу, из FI 2, из… только здесь вот это будет иметь уже степень 0, вот эта штука, а здесь будет там C в квадрате на А, сдвинутая на единицу, а нет, вот это будет, наоборот, степень плюс 1, вот эта будет степень 0, ну, если так разобраться, вот это, значит, степень А, сдвинутая на единицу, ну и так далее. FI 3 из C в кубе из А, сдвинутая на единицу, ну и вот, и так далее, вот тут будет степень уже минус 1. И вот эта вот FI, которую я вот здесь пишу, это на самом деле сумма всех вот этих, это FI 1 плюс FI 2 плюс так далее. То есть, на самом деле, типичный элемент выглядит, ну, таким образом, что я беру, например, ну да, то есть, вот этот вот, ну да, то есть, смотрите, вот, например, у меня есть, допустим, вот все вот эти коэффициенты, ну, типичный элемент выглядит так, вот я беру C, применяю к нему по умножению один раз, вот когда N равно, допустим, единице. Это будет принадлежать C в квадрате, да? И теперь я могу вот к этому делу, к первому сомножителю применить, ну, давайте я вот это вот напишу, есть такие немножко неверные соотношения, вот дельта 1, дельта 1C умножить на дельта 2C. Ну, это чисто символическое обозначение, потому что, на самом деле, конечно же, это некоторая сумма таких разложимых тензоров, но при этом вот чисто символически можно написать таким образом. Ну, и вот, и теперь вот это вот φ, в нем будет сомножитель, то есть, слагаемое, которое соответствует, соответственно, N равно 1, N равно 2, да, N равно 2, и это будет равно там, ну, тоже какому-то, допустим, сумме по А, Б, и тут будет φA от дельта 1C, и тут будет тензорно умножить на φ2 от дельта 2C, да? И так далее, то есть, это некоторое, ну, и в общем случае я применяю это коумножение много раз, и у меня будет, значит, слагаемое, которое, значит, φA от C, ну, это общее слагаемое, еще раз, тут сумма по N, по любому N, она, значит, будет равна, там, сумме по А1, так далее, АН, ой, это, извините, L1, LN, больше либо равно единице, и тут я пишу, соответственно, φL1 от дельта 1C на тензорно на φL2 от L2 от дельта 2C и так далее, да, то есть этих дельт уже будет так много, то есть я применяю несколько раз вот это вот дельта, и к каждому компоненте применяю одно из вот этих вот φ, да? Ну, по-моему, понятно я говорю, да? Да, да, а тут я хочу построить отображение хуалгебр, но отображение хуалгебр, оно, оно, да, отображение, тут уже мне не обязательно, чтобы левая хуалгебра была такая же, ну, какая-то, ну, в принципе, там тоже не обязательно, там, ну, для частоты, то есть, да, то есть тут cf, оно может быть такой же, ну, в моем примере, вот в моем примере, который там релевантен для всех всех а бесконечности, делать c равно, ну, тоже вот этому самому t, c плюс от а с двенцей на единицу, но в общем случае это не обязательно так. Ну, это свободная хуалгебра, а это векторное пространство, понимаете? То есть а это векторное пространство, и я на нем вожу разные структуры, в частности, структуру а бесконечность алгебры. Вот здесь не важно что, здесь это просто какая-то хуалгебра. Вот в данном случае, вот а может быть векторное пространство, это будет такая вот хуалгебра. Ну, короче говоря, в общем, вот оно пишется таким свойством, и совершенно очевидно, кстати, что это является вот фи с крышкой, которая задана таким образом, что это отображение хуалгебр. Потому что что это значит? Это означает, что фи с крышкой от дельта омега равняется, значит, дельта от фи с крышкой омега, да? Вот, то есть, ну да, то есть, что это вот отображение хуалгебр. Ну, то есть, что это означает, что я беру, значит, вот мое фи с крышкой от омега, ну, от С в данном случае, и теперь я применяю к нему дельту. Вот я эту часть рассматриваю, да? То есть я применяю к нему дельту. То есть это означает, что я беру, ну, это свободная хуалгебра, и дельта устроена совершенно вот таким каноническим образом. Поэтому это означает, что я беру вот этот манон тензовный, и каждое вот это фи, оно принимает значение в а. То есть это на самом деле, вот эта вот штука, вот в энд и член, вот этот энд и член, он принадлежит а в степени n. Ну, а на единицу в степени n. То есть, потому что каждая фи, вот эта фи это, каждая фи принимает значение в а. Это проекции, да? Ну, то есть я беру проекции в а, проекции в а в квадрате, проекции в а в кубе, и потом все это складываю. И получаю такое нелинейное отображение. Теперь, если я к фи с крышкой, вот как я вот тут определил, применяю дельту, то я должен просто вот, вот каждый вот этот сомножитель, это элемент из а, и я теперь его всеми возможными способами разбиваю на две части. Ну, у меня будет, значит, ну что у меня будет? Будет сумма там поверх по l больше либо равно единице, и тут будет стоять. Не, ну, короче, это трудно написать, но давайте я проговорю. То есть не трудно, но давайте я проговорю. Я вот это вот, вот это дело разбиваю на две части. При этом, значит, каждая часть у меня выглядит точно так же, да, потому что я применяю, ну да, каждая часть у меня выглядит совершенно таким образом, что я применяю к, вот беру там сколько-то факторов c и применяю каждому вот этот вот фи л. То есть это, в принципе, вот это вот соотношение, которое мне тут нужно, оно получается таким образом, что если я… Ну, тут я должен, конечно, использовать на самом деле коассоциативность вот этого дельту в c в каком-то месте. То есть если бы это просто было в какой-то дельта, ничего бы не получилось. Но мне надо использовать, что оно коассоциативно, да. То есть означает, что если я вот беру и разбиваю вот эту штуку там каким-то образом на две половинки, то каждая половинка у меня будет выглядеть как там, ну как фи… Ну, во-первых, у меня будет вот дельта c, которая единожды применена, равняется там c дельта 1c умножить на дельту 2c, да, и потом, ну, условно говоря, вот, и потом у меня, значит, вот эта штука будет выглядеть как фи с крышкой, примененная к дельте 1 омега умножить на фи с крышкой, примененная к дельте 2 омега. Ну, то есть на самом деле я тут использую вот эту вот коассоциативность, которая говорит, да, что я могу, например, если я из c там применяю в c в степени n каким-то образом дельту в степени n минус 1, то я могу это сделать таким образом, я могу сначала из c просто обычной дельтой получить c в квадрате, и это, собственно, вот здесь вот и написано, а потом я могу вот каждому вот этому применить там дельту в степени l умножить на дельту в степени m, и тут будет там c в степени l плюс m плюс 2, да, например. То есть я могу сначала применить дельту из c в c в квадрате, а потом применять, значит, вот уже каждому фактору применять дальше дельта. И это то же самое, что если бы я бы сразу определенную степень дельты применил бы в c. Понятно? И с коассоциативностью, поэтому это одно и то же, да. То есть, короче говоря, вот что мы видим, что вот эта вот формула, она задает отображение, ну, может быть, еще стоит показать, как это все выглядит в нашем случае, потому что наш случай, когда c тоже равно вот этому tc плюс от а сдвинутого на единицу, он все-таки визуально проще. И это у меня теперь отображается посредством φ в него же самого, в а сдвинутого на единицу. Ну и тогда, соответственно, чтобы я определил φ hat от фи с крышкой. Да, меня в Дубне дети это самое, когда я там говорил hat, они меня всячески это самое стыдили, что это такие англоицизмы, почему бы не сказать с крышечкой, как-то так уже привык, да. Я сняюсь, да. Ну вот, значит, с крышечкой, то я должен, соответственно, написать, ну вот я должен там применить вот здесь какое-то количество раз, вот эту вот дельту, то есть я должен, допустим, у меня вот это омега, это А1 умножить на АН, да. Тогда я что должен сделать? Я должен написать сумму, там по много чему, там φ L1 от А1 на АЛ1, да. Потом умножить на, значит, φ L2, ну по сумму по L1 там L2, совершенно в любом Ln и по любому n еще, в любом порядке берущихся, да. И тут теперь должен будет АЛ1 плюс 1, так далее, АЛ2, да. Ну и так далее. То есть я беру и вот просто, тут я использую тот факт, что у меня С это тоже вот эта алгебра, косвопо-алгебра свободная, и поэтому в С тоже к умножению задается просто вот разбиением на вот эти части, да. И поэтому формула выглядит несколько изящнее. Ну, по-моему, понятно, да? Ну, более понятно, да. То есть в этот случай он такой, более визуальный просто, потому что из него элиминируется вот эта дельта в степени n. Вот, ну все, хорошо, теперь мы можем отсюда просто получить то, что нам нужно, только теперь уже держать бумажку и вот что-то такое микрофон, это уже несколько труднее. Ну, мне, может, ее и не нужно держать. Сейчас, а сколько времени, значит, у нас началось уже, надо перерыв, наверное, сделать, да? А мы начали попозже, да? Ну, просто я почему хочу сделать перерыв? Потому что я хочу стереть со всех досок, и дальше оно должно сохнуть какое-то время. И какими-то проблемами получится. Да, да, потому что сегодня какой-то плохой мел, и я боюсь, что этим мелом по мокрому вообще ничего не будет писать, на самом деле. Ладно, давайте продолжим. Так, у нас на зубе просто полно этим самым ходом, потому что уже дряпки, то есть я все время говорил, что тут дряпки мокрые, а нет сухих. А сейчас мы как-то сухих. А нет, 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 нет. И такого целого. И переход, вот это, ваш педагогроз. Давайте я все-таки вложу, что это самое, по мокрому или рецепту. Конечно, конечно, просто... Да, ладно, да, я знаю. И с крышечкой, и с крышечкой, вот. Значит, что такое А бесконечность алгебра, тогда более явно. Вот у нас есть вот это Д с крышечкой, да, которая от А1АН, оно у нас... Давайте я сейчас не буду писать знаки, да, оно задается таким образом, что это будет там сумма по всему, чему можно, и тут будет А1, так далее, значит, АИТ, и тут будет ДМ, да, я его позначал, МЛТ от АИ плюс 1, АИ плюс Л, ну и дальше остальные вот эти члены, тут будет, конечно, плюс-минус, а сумма будет по И и по Л. Вот, и теперь я хочу сказать, что вот Д в квадрате равно нулю. С крышечкой по квадрате все равно нулю. Ну, значит, что, как я могу, в общем, об этом думать? Ну, смотрите, у меня, я тут вот об этом члене, можно думать таким образом. Вот у меня есть, как бы, если вот этот МАНон тензивный рисовать как такую королу, как бы, то есть это вот А1, А2, А3, А4, то... Нет, это не ложная была ситуация, по-моему. То есть это не... А, нет, нет, все хорошо, да. То я беру, значит, все правильно, я беру вот каким-то аргументом, вот, применяю МЛ. Вот это вот изначальная моя Омега, да, тут я каким-то аргументом применяю МЛ и получаю вот что-то такое. То есть здесь одна группа аргументов, которым я применяю МЛ. Значит, теперь, когда Д, ну и там сумма всякая, да, такая, по МЛ, да, по И и по Л. Вот, теперь, когда я применяю Д с крышкой в квадрате, то ситуация может быть такая, что я могу... У меня возникает, как бы, два типа таких картинок. Первый тип картинок — это то, что я сначала применяю какой-то там МЛ1, и потом какому-то аргументу здесь вот применяю МЛ2, да. То есть когда одно М, оно как бы внутри другого М, да. Вот. А вторая — это вот первый тип картинок. А второй тип картинок — это когда у меня просто вот одно М и другое М применяются совершенно вот как бы к непересекающимся аргументам, да. МЛ1 и МЛ2. Ну вот, можно показать, что на самом деле вот здесь вот, вот во втором типе, знаки устроены таким образом, что вот эта картинка, она с... То есть вот этот, например, в этом случае я, допустим, вот этот применил первым, а это вторым, да. То есть вот я же Д в квадрате, это значит какой-то Д первый, а какой-то Д второй. Вот можно показать, что знаки устроены так, что вот эта картинка, знак этой картинки, он сократится со знаком того, когда я наоборот вот эту применяю первый, а вот эту вторым, и причем здесь я применяю МЛ2, а здесь МЛ1. То есть такие они взаимно сократятся. Я... понятно или вы уже не очень... Понятно? Вот эти взаимно сократятся, то есть вот. А вот эти останутся. То есть на самом деле, то есть вот эти... То есть, грубо говоря, чтобы сказать, что Д в квадрате равно 0, я должен как бы только иметь дело вот с этими картинками, когда одно внутри другого. Вот. И это дает мне следующие формулы. Значит, что вот, да, что... Ну вот оно может быть записано таким образом, что для любого... Значит, как это сказать? Ну, да, что для любого Н есть такая формула, что Д от МН от А1 АН минус там плюс сумма МН. Д это, вот, Д это, соответственно, М1. Это дифференциал в моей алге. Не, ну сейчас мы, да, увидим, что это такое. Значит, сумма тут будет А1 на ДАИТА на МН. Ну, то есть тут у нас будут, скорее, нужно вот тут написать, наверное, минус, а тут плюс-минус. Вот. Это как бы одна часть, это когда у меня Н и единица, да. То есть я как бы, грубо говоря, я пишу по тому, что вот сумма вот этого вот куска, который подвержен воздействию МЛ1 и МЛ2, он, ну, количество аргументов здесь постоянно, то есть Л1 плюс Л2 равно константе. И тут у меня, значит, возникает возможность добиться этого разными Л1 и Л2, при которых их сумма равна константе. И вот для каждого этой константы Н у меня получается некое квадратичное условие. И вот это и есть, значит, условие на А бесконечности алгебры, да? Понятно? Почему мне нужно брать, когда Л1 плюс Л2 равно константе? Ну, казалось бы, тоже понятно, потому что, ну, ну, потому что все остальное как бы никак не подвержено вот этим делам. То есть если вот это равно нулю, то, значит, уже и Д в квадрате равно нулю. Да. Вот. Так, значит, и это равно, равно сумме по А, Б больше единицы. И тут у меня, значит, будет тоже плюс-минус МА от А1 и так далее, там, АЛ и Л тоже на, значит, МБ от АЛ плюс 1 на АЛ плюс Б. Вот. И дальше АЛ плюс Б плюс 1, АН. Вот. То есть такое вот будет. То есть я просто, когда одно из них равно единице, я вытащу это в эту часть. И тут, значит, я, наверное, должен написать, что А плюс Б равно Н плюс 1, да? Как я понимаю, что должна сумма сохраняться, то есть Н плюс 1. Или, сейчас, или секундочку. Минус или минус 1. Сейчас, секундочку. Значит, если у меня 3, значит, 1, 3. Да. А плюс Б минус 1 равно Н, да, вот так, да, вот. Ну, вот, да, одно и то же. Да, то есть А плюс Б равно Н плюс 1, да, совершенно верно. Правильно, да? А? А вот что здесь состоит в том, что вот эта сумма, правильно, она получила равно? Да, ну вот, да, при любом Н, да, при любом Н больше либо равно единице, есть вот такое вот одно равенство, да. Ну вот, и это можно как бы поизучать. Оказывается, да, что это действительно связано с структурой ассоциативной алгебры. Например, при Н равно единице мы просто получаем, что… Ну да, то есть вот Д это М0, да, то есть вот это М1, то есть я это написал. Вот, при Н равно единице мы получаем что? У нас один только аргумент, то есть правая часть, в принципе, ее нету, она равна нулу по определению, потому что здесь А и Б больше единицы, да. Вот, а если Н равно единице, то единственное, что нам остается, это когда Н тоже равно единице, и тут Д, это М1, то есть Д в квадрате равно нулу, то есть что Д, это… М1 – это дифференциал. Да, я напомню, что МН – это отображение из А в степени Н в А, которая степень единицы минус М получалась, да? То есть М1 – это отображение степени, точнее, 2 минус Н, то есть М1 – это отображение, да, степени 1, да, А2 – это М2 – это отображение степени 0. Вот, значит, теперь это вот при Н равно единице. Теперь что такое при Н равно 2 у нас получается? При Н равно 2 у нас, конечно же, тут получается Д, значит, сейчас давайте посмотрим. У нас получается, что ДМ2 от А1, А2 вот, равняется М2 от А1, А2, там плюс-минус М2 от А1, Д, А2, да, потому что у нас, вот, когда хотя бы одно, у одного М аргумент 1, мы это все в левую часть отправляем, а здесь у нас должно быть, как бы, у обоих аргументов больше, чем один аргумент, а такое при Н равно 2 тоже невозможно. Поэтому у нас получается такое замечательное уравнение, которое есть, на самом деле, правило тождества Лебница, да, тождества Лебница для М2. То есть, если мы к М2 относимся как к умножению, то это означает, что этот самый Д, он является дифференцированием этого умножения. Вот, теперь, если теперь Н равно 3, уже начинаются интересные вещи. То есть, пока вообще ничего нового, да, все тривиально. А при Н равно 3 у нас впервые появится член вот с правой части. То есть, у нас получится, что ДМ3 от А1, А2, А3, ну, и так далее, там. Ну, когда еще К2 и К3 применяются, да. Вообще, все вот это вот люди обычно обозначают как ДМ3 от А1, А2, А3. То есть, такой коммутатор, как бы. А2, А3. Собственно, так к этому и можно, и нужно относиться. Вот, и это равно тому, когда в правой части оба А и Б больше либо равно 2. То есть, на самом деле, у нас таких слагаемых есть 2, да. Это М2 от М2 от А1, А2, А3. Ну, и тут, на самом деле, будет знак минус, если разобраться. Это будет М2 от А1, М2 от А2, А3. Вот, то есть, это, на самом деле, вот, если бы это было бы равно 0, и я бы М2 обозначил бы звездочка, то если бы, вот, правая часть была бы равна 0, то это бы означало, что правая часть просто ассоциативна. Заметим, что М2 степени 0. То есть, она вполне как и должно быть умножение. Умножение должно сохранять степень. Но, в данном случае, оно не ассоциативно, а существует М3 степени минус 1. Вот. Такое, что вот дефект, как бы, к тому, чтобы это было ассоциативно, он есть коммутатор от D и М3, примененная к этим элементам. D степени плюс 1, М3 степени минус 1. То есть, эта вот композиция получается снова степени 0. Вот. То есть, это означает, что оно не обязано быть, как бы, ассоциативным, это умножение. Оно ассоциативно с точностью до границы, да? Ну, и дальше, соответственно, тоже можно это все выписывать. И можно там посмотреть любой источник. Вот я себе на всех случаях взял шпаргалку. Правда, я ей не воспользовался пока. Вот. Как это все выписывается там для М равно 4, для вообще общего М. То есть, смысл в том, что у нас это все выглядит всегда так, что D от МН, вот этот вот коммутатор, вот так вот понятый, да? Вот, вот А1, АН, оно равно сумме по вот А, B больше либо равно 2, А плюс B равняется М плюс 1. И тут, значит, вот МА от каких-то аргументов и внутри МБ. Каких-то аргументов. И тут, значит, еще знак плюс-минус. Вот. Вот, такие, значит, дела. Вот. Это бесконечность алгебры. Я показал, что обычная алгебра, она является А бесконечности. Конечно же, понятно, ну, так как вот бар дифференциал наш, вот если помните, как я писал вот это вот D с крышкой, я писал таким образом, что D с крышкой там от А1, А2, А3, АН, оно равняется просто сумма там, я беру там МЛ, ПЛ и там ПИ, и вот тут беру МА каким-то аргументом, а тут вот какие-то другие аргументы, вот как они есть. Ну, совершенно понятно из этой формулы, из нашей формулы для бар дифференциала, что для бар дифференциала у нас есть только М2. То есть, вообще говоря, у нас есть только М2, когда у нас вот есть честная алгебра. Ну, и поэтому мы, ну, можно еще считать, что есть М1, это как бы дифференциал. Ну, вот, поэтому, когда у нас есть честная алгебра, честная ассоциативная алгебра, ассоциативная алгебра, мы можем еще и вот так увидеть, что она является А бесконечностью, а именно следующим образом, что М2 есть А бесконечность, тут еще можно увидеть таким образом, что, значит, М1 равно D, М2 равно, соответственно, вот этому умножению, и все наши тождества на самом деле выполнены, ну, по крайней мере, а, М3 и так далее просто равно нулю, да, М3 и так далее просто равно нулю. Ну, поэтому, как бы, единственное тождество, которое нужно проверять, это при Н равно 3, потому что при Н равно 4 и выше, у нас хотя бы одно Н в каждом слогаемом будет иметь больше, чем Н и Т, и будет больше, чем 2, да, а они все равно нулю, то есть все будет тождественно ноль. А здесь это не тождественно ноль, то есть здесь у нас вот это будет ноль, потому что М3 равно нулю, а это, вообще говоря, не ноль, и это просто условие ассоциативности, вот, и вот оно у нас тут есть, потому что у нас честная алгебра. Ну вот, значит, теперь я хотел еще сказать про А-бесконечность морфизм, да, про А-бесконечность морфизм, там, в принципе, история точно такая же, так как мы умеем выписывать вот это вот физ-крышкой, только давайте я уже это занудство не буду производить, а я просто выпишу, значит, формулу, как она выглядит. Ну, вот у меня, значит, есть фииты, которые есть из А в степени n, фи, извините, из B в единица минус i. Заметим, кстати, что для А-бесконечность алгебры у нас тут 2 минус n стоит, ну, 2 минус n, 2 минус i, а тут единица минус i, ну, что вполне как бы нормально, потому что, когда у вас есть отображение, то степень 0 должна иметь первая компонента, а все, что выше, это уже гомотопические поправки, да, а когда у нас есть алгебра, то степень 0 должна иметь квадратичный компонент, это умножение, а все, что выше, это уже гомотопические поправки. Вот, и вот у нас есть такие, у нас есть еще m, i, t, a и m, i, t, b, это, собственно, вот эти, ну, там, А-бесконечность алгебры, а и b. Они могут быть и обычные, и честные даже алгебры, ну, и тогда формула выглядит довольно… Нет, давайте вот, да, тут вот предлагается написать m, а это просто обозначать как m, i, t, а это обозначать как m, i, t, штрих. Тогда, значит, формула выглядит вроде как чуть-чуть изящнее. Вот, и тогда формула выглядит таким образом, что, значит, сумма… Я сейчас буду… Ну, знаки-то я не буду выписывать, но можете посмотреть. n, то есть для любого n, опять-таки, больше либо равно единице, есть такая формула, что n равно r плюс s плюс, там, t, t, и тут написано, значит, плюс-минус, не буду выписывать, φ, r, φ – это вот такое φ, r плюс t плюс 1, от, вот, когда тут стоят какие-то аргументы, до a, r, а тут, значит, стоит m, s, m, s в смысле первого, вот, то есть r – это вот это, r, а тут m, s, ну да, m, s от, ну, соответственно, у него s аргументов, там a, r плюс 1, и так далее, там, а r плюс s, да, ну и дальше там остаются. В принципе, можно даже было, это тут t можно было уже не писать, просто сумма по r и s. Вот, значит, это вот одна часть, а вторая часть, она устроена более сложно, потому что вторая часть, она устроена так, что у нас тоже есть правая часть, что у нас есть сумма, тоже, конечно, с какими-то вот тут уже ужасными знаками, и в этой сумме берется m, r штрих, вот, и это вот m вот вправо для b, да, m, r штрих, а тут берется r вот этих φ, то есть φ и 1, там от каких-то аргументов на, вот, да, вот просто вот так, на φ и 2 от следующих аргументов на φ и 3, от следующих аргументов, ну и так далее. Вот, ну и тут, соответственно, и 1 плюс и 2, я так понимаю, да, и 1 плюс, плюс и там r должно быть равно n, ну да, и тут, значит, r плюс, ну вот, да, вот так. Если у нас, допустим, по r и s, то вот там индекс r плюс t плюс 1, t используется все-таки или… Не, ну t это то, что вот здесь остается, это вот эти, ну потому что они там пишут n равно r плюс s плюс t, вот, ну да, ну да, чтобы если я тут хочу написать и 1 плюс и r, и r, конечно, еще, если я хочу написать вот равно тут n и тут n, то нужно так написать. Нет, ну и почему, собственно, это так, это тоже понятно, потому что у меня тут вот есть, помните, я же выписывал вот это фи с крышечкой, вот, фи с крышечкой, которая у меня от a1, an было равно, там, сумме, ну, там, какой-то по l1, там, ls, там, это было фи l1 от каких-то аргументов на фи l2 от следующих аргументов, ну и так далее, да. То есть была вот такая сумма, и это было мое фи. Я теперь по определению а бесконечное отображение, это отображение dg коалгебр, то есть это означает, что если я должен написать такое условие, фи с этой самой, с крышкой, и теперь, если я применяю d с крышкой во второй алгебре, это то же самое, что я сначала применяю d с крышкой в первой алгебре, а потом, значит, вот это вот фи. Вот, ну и тут нужно немножко помедитировать, ну, что у нас получается? Вот, ну и вот получается такая вот формула, потому что, по крайней мере, ясно, что когда, вот, сначала применяю фи вот по этой формуле, вот, а потом d2 с крышкой, d2 с крышкой, да, то есть я должен d2 с крышкой применить. Сейчас, что-то я уже тут немножко, немножко зафарился. Да. Ну, в общем, в общем, в общем, на самом деле, вот если вот вдуматься в то, что написано тут, получается в точности вот эта формула, вот так можно сказать. Сейчас, почему так она получается, конечно, непонятно, то есть если, ну, вот давайте сначала, может быть, ну, с этой этой частью все понятно, да, если я сначала применяю там d, d с какой-то вот этой шляпкой, а потом, ну, да, то есть вот с этой частью совершенно понятно, что то, что у меня получается, это будет левая часть моего тождества, да, то есть вроде бы, потому что вот это мне применяет одно из этих n, а дальше я… Ну, да, да, то есть на самом деле вот тот же самый аргумент, как я писал вот раньше, про два типа слагаемых, только теперь у нас два типа слагаемых немножко более такие странные, да, то есть у меня будут, ну, типичное слагаемое, оно устроено как? Так, это вот у меня есть, значит, вот одна такая штука, я… Дальше у меня каким-то группам применяется одно фи, каким-то группам применяется второе фи, ну и так далее, да, ко всем какой-то фи применяется, да, то есть вот так у меня устроено фи с крышкой. А теперь, значит, вот в этой части я теперь каким-то из них, каким-то из них еще применяю d, да, d2, то есть это устроено, значит, таким образом, что я вот к этим применяю d2, а остальные я вот уложу куда-то вот вверх, вот так. И к этим остальным, ко всем остальным применяется тоже, вот, соответственно, свое вот это фи, да, вот здесь фи и один, там, фи и два, фи и три, то есть у нас свободных уже вот этих вот, как было раньше, нету, у нас как бы есть просто… просто у нас все аргументы уже вот распределены между вот этими там разными фи, но вот есть в левой, в этой самой, вот в этой части, в левой, которая там правая, есть вот один совершенно, одна штука, в которой вот устроена так, что я еще вот беру d2 и подставляю вот это фи к ним, да, вот, а вот эта правая часть, которая должна давать левую часть, она устроена, значит, каким образом, что я сначала у меня, получается, что у меня вот есть какая-то группа, в которой там просто все тождественны, и одно из них это d, а потом я применяю, значит, вот фи, то есть я могу вот здесь применить фи, здесь применить фи, здесь применить вот фи и так далее. То есть у меня реально получается, что мне нужно показать, мне нужно вычислить условия, при которых вот эта сумма равна вот этой сумме, и точно так же я применяю тот аргумент, что вот этот вот хвост, который без d, вообще никак с d не соприкасается, мне нужно на этот хвост не обращать внимания, потому что он один и тот же, как бы, и справа и слева. То есть мне нужно просто показать, что вот этот вот фрагмент, в котором сначала d при минуту, а у него аргументы фи, равен вот этому фрагменту. И если это так, то у меня будет равенство. И только если это так. Ну вот, и это дает, собственно, вот то, что там написано. Вроде понятно было мне, да? Ну вот, значит, все. Это об этом просто. Ну, надо же, в конце концов, было это четко сказать. Теперь, значит, какой в этом большой смысл? В этом же есть какой-то смысл. Это не просто так. Ну, вот, как я уже там начал говорить, вообще есть вот такая общая наука про модельные категории, в которых вот можно считать гомотопические, как бы, отображения. Не четкие обозначения, не честные отображения, а гомотопические. Вот, если у меня есть, как бы, в данном случае я рассматриваю категорию даже алгебр. Вот про бесконечность алгебры, кстати, труднее объяснить, зачем они нужны. Но давайте я вот сначала про бесконечность морфизма. И, кстати, вот имеет смысл написать, что тут получается, если у меня есть две честных алгебры, то есть у которых есть только D, M1 и M2, ну, вот какой угодно, значит, этот самый бесконечность морфизма. Ну, тогда у вас есть бесконечно много фи, а M есть только, соответственно, M1 и M2. И здесь, и здесь, то есть вот, ну, вы сами можете уже там посмотреть в книжке, написать. Я не буду сейчас на это время тратить. Вот, если есть даже алгебры две, вот, обычные A и B, и я хочу написать, что такое A бесконечность морфизма между ними, то вот это уже имеет вполне разумный смысл. А именно, значит, вот модельный, вот эта штука, ну, я сейчас скажу, слова необязательны для понимания, может кто-то знает. Вот эта штука, она на самом деле образует замкнутую модельную категорию. Замкнутую модельную категорию. И вообще в любой замкнутой модельной категории, в которой, да, в которой любая дежао, над полем, любая дежао-алгебра фибрантна и кофибрантны те, которые, как бы, ретракты свободных. Ну, это не совсем честно сказано, но примерно так. Ретракты свободных. На самом деле свободных, у которых там еще дифференциал имеет, как бы, такую треангулированную форму. Ну, то, что называется cell object, то есть клеточный объект, вот он так индуктивно строится. Вот, ну, в общем, замкнутая модельная категория. И для того, в любой замкнутой модельной категории, чтобы посчитать, значит, морфизмы в этой гомотопической категории уже, ну, давайте напишу, вход в гомотопической категории из А в В, мне нужно, ну, вот, написать А кофибрантная, то есть вот взять кофибрантную замену А и взять уже морфизмы в обычной категории, вот, ХОМ, то есть морфизмы ВМ. А кофибрантная, Б фибрантная, вот, а тут взять уже некоторые отношения к гомотопической эквивалентности. То есть оказывается, что там нужно всегда определить гомотопическую эквивалентность, но она не будет эквивалентностью. А если первый аргумент кофибрантин, а второй кофибрантин, то будет. Ну вот, и получается некое множество. Вот, и, ну, как я сказал, что любое Б фибрантное, я могу просто написать Б, а вот А я должен заменить на кофибрантное. И разумная замена, вот А кофибрантная, разумная замена, которая каноническая, есть для любого А, это вот кубар от бара от А. Вот я хочу сейчас, в общем, об этом немножко поговорить. Вот, и дальше, ну да, дальше про гомотопическую вот эту вот эквивалентность я пока говорить не буду, потому что это несколько более сложно. Ну, не сложно, но давайте пока не буду. Вот, ну то есть то, что как бы мне тут нужно посчитать, это мне нужно посчитать вот в алгебрах, мне нужно посчитать кубар от бара от А. А, вот, а тут Б. И тут еще взять по гомотопическому эквивалентности. Ну вот, это прекрасно, ну, потому что я могу теперь на самом деле воспользоваться таким обстоятельством, что, вот, смотрите, вот я могу бар от А обозначить как С, потому что бар от А это всегда коалгебра, а бар от коалгебры наоборот алгебра. Я могу, значит, у меня есть такое обстоятельство, что для любой там коалгебры, ну, значит, давайте С коалгебра, а А это алгебра, то есть А это у нас будет вот эта штука, естественно, вот это будет А. Не, ну, ну да, ну, может, как-то нехорошо ее, ну ладно, давайте, пусть она будет А, хотя то тоже А. Значит, алгебра, тут, значит, что я должен написать, что кубар от С это алгебра, которая, это свободная алгебра, да, которая порождена, там, С, сдвинутая на единицу вправо. В А оно на самом деле изоморфное, и это есть джанчин. В коалгебрах в С по бар, бар с плюсиком от, бар с плюсиком, значит, бар без единицы, это, собственно, то, что мы обозначали, бар, так что у нас никакой плюсик не нужен. От А, вот, и, то есть в данном случае, смотрите, в нашем случае, вот, вот, это всегда верно, вот в нашем случае это будет в точности отображение коалгебр, из, здесь у нас будет ко бар, то есть будет стоять бар от А, а тут будет стоять, соответственно, бар от Б, да, ну, вот, в нашем случае, если все это в наш случае перевести, вот так, с которым я вот тут имею дело. Вот, то есть это отображение коалгебр из бар от А в бар от Б, и это в точности А бесконечности отображения, отображения из А в Б. То есть я должен взять А бесконечности отображения А в Б, и еще потом их там немножко профакторизовать по некоторому гомотопическому соотношению, которое тоже можно выписать. Но, по крайней мере, вот это вот, в данном случае бесконечности отображения, даже для самых честных алгебр, они релевантные для, ну, то есть это как бы совершенно естественное, получается, понятие. Ну, давайте я вот что-нибудь хочу доказать, давайте я вот это вот докажу. То есть докажу, что есть такой джанкшн, да, вот который, вот, то есть вот это вот докажу. Это доказать на самом деле не очень сложно. То есть для любой коалгебры и для любой алгебры верно вот такое. Ну, и тогда я действительно показываю, что А бесконечности отображения, это в точности отображения, ну, вот уже бар от А в бар от Б, которые мы определили, какая бесконечность отображения, они, естественно, появляются вот в этом контексте. Вот. И, ну, как я это, значит, хочу доказать? Вот у меня есть, допустим, кобар от С в А. Ну, смотрите, С это, ну, да, и С и А это дифференциальные гидуированные к алгебре и алгебре, соответственно, но кобар это свободная алгебра, да, кобар это свободная алгебра, поэтому если бы у меня не было бы дифференциалов, вот если бы не было бы кобар дифференциала, не было бы дифференциала на А, то вот это вот отображение в алгебрах было бы, я напишу в кавычках, было бы то же самое, что отображение в векторных пространствах из С в А. Правильно? Ну, потому что это свободная алгебра, чтобы ее отобразить в любую другую алгебру, нужно задать это отображение на образующих, которое может быть любым. Правильно? Вот, но проблема в том, что я написал это в кавычках, потому что у меня есть дифференциал, то есть вот я могу действительно сначала забыть про дифференциал, у меня получается отображение в векторных пространствах из С в А, но теперь я, то есть как из С в А, из С сдвинутого на, понятное дело, на единицу в А, да, потому что тут образующие это не С, а С сдвинутые на единицу. Вот, теперь, значит, из С сдвинутого на единицу в А. Но теперь у меня есть кубар дифференциал, и дифференциал должен переводиться в дифференциал. Вот, то есть, грубо говоря, смысл в том, что если бы дифференциал был бы внутри С и внутри А, то есть у дифференциала были бы только линейные члены, то я бы сказал, что это отображение комплексов. Вот, но проблема в том, что кубар дифференциал, в нем есть квадратичный член, в нем есть член, который как бы нелинейный, то есть который не вдоль С, а берет там С из С, сооружает два С с помощью коумножения. Правильно? То есть тут уже как бы немножко более хитро. Значит, и есть такое понятие, как convolution algebra. Не знаю, как это по-русски сказать, называется… Ну да, да, давайте, давайте, ну да, давайте я так сделаю. Давайте вот возьмем хорн вообще в векторных пространствах из С в А, где С это куалгебра, а А это алгебра. С куалгебра, А алгебра. Тогда у меня на этом деле есть умножение. На вот этом деле есть умножение. Вот, как это умножение устроено, в общем, совершенно понятно, что если у меня есть там Фи1 из С в А и Фи2 тоже из С в А, то чтобы их перемножить, я должен взять С, применить к нему дельту, получить, значит, элемент из С умножить на С. После этого тут применить Фи1 умножить на Фи2, то есть, грубо говоря, к первому С применить Фи1, ко второму Фи2. Тут я получу А умножить на А, а в А у меня есть умножение. Я могу, значит, умножить. И все это дело дает мне снова элемент из С в А, и это называется convolution bracket. Ну, вообще говоря, convolution не bracket, а convolution product, да. Ну, свертка, это и есть convolution же вроде, да? Да-да-да, ну, да, свертка. Ну, как-то, ну, произведение свертки, да, наверное, по-русски надо говорить. Да, ну, вот. Это, кстати, вот написано, я даже вот могу вам сказать, что если вы захотите об этом почитать, это очень неплохо, я бы даже сказал, предельно ясно, написано вот во втором чаптере, в главе книжки Ладея Валета. Вот, давайте я тут напишу, значит, Ладей Валет, вот, Ладей Валет, Algebraic Operates, Algebraic Operates, Chapter 2, да, то есть вот. И там вот, как написано Twisting Morphe, ну, там нам немножко меньше, конечно, надо, чем там написано, но, по крайней мере, все вот это там написано. Это ассоциативное умножение. Это ассоциативное умножение. Ну, что, в общем, нетрудно показать, из-за того, что эта фигня коассоциативна, а это ассоциативно. Вот, и, значит, теперь, что такое, да, теперь, каким образом я хочу доказывать вот это вот возведенное в рамке тождества. Ну, вот, к сожалению, давайте сделаем так, что мы тут сотрем, хотя уже время заканчивается, но все равно, мало там... вот, ну, значит, у нас есть вот это вот хор, вот, 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 вот. Вот, ну, знаешь, что у нас есть вот это вот хом, из С в А, ну, и тут есть умножение, вот, и можно, это в принципе тоже градуированная вещь, то есть тут если С и А градуированы, то есть есть какие-то комплексы, то это тоже комплекс, то есть это ассоциативная ДЖ-алгебра получается, то есть не ДЖ, ну да, ДЖ в том смысле, что у вас есть дифференциал на С и дифференциал на А, и получается, то есть вот здесь есть внутренний дифференциал, и здесь есть внутренний дифференциал, вот, который линейно. Комплекс, значит, это ДЖ-ассоциативная алгебра. Вот. Ну и тут есть такое вот уравнение, которое является ассоциативной версией уравнения Майера-Картана, которое, значит, говорит следующее, что рассмотрим фи из хом, вот, С в А, который имеет степень 1, гомологическую степень 1, и рассмотрим на него такое уравнение, что вот скобка Д с этим фи, Д с фи это просто вот, ну, как бы, Д с фи, это по определению означает, что Д с фи от С маленького, это там фи, ну, это там фи, это Д в А от фи от С минус фи от ДСС, вот так, да, то есть, то есть как бы я коммутирую, ну, как обычно, как у меня, если есть отображение комплексов, вот хом, это как бы внутренний хом в комплексах, да, то есть отображение комплексов, на них тоже есть дифференциал. И вот такое вот замечательное вот уравнение, что Д скобка с фи плюс вот эта вот свертка фи на фи равна нулу. Но это как бы еще называется уравнение Мауэра-Картана, когда бы это была не ассоциативная алгебра, а алгебра Льви. Но тут это называется как бы twisting equation, то есть скрученное, скрученное, вот в этом контексте. Вот, такое вот фи, собственно, и называется скрученным отображением, когда вот такое верно. Ну вот, и у нас, значит, смотрите, вот здесь С у нас было, вот что если я чисто как векторное пространство определю, то есть забыл про квадратичный дифференциал, у меня получился хом в векторных пространствах, из С, сдвинутого на единицу вправо, значит, сюда, и вот, и то есть у меня получается вот фи, который должен был быть степени плюс 1. Но я что-то не вижу, чтобы он был степенью плюс 1, по-моему, получается степенью минус 1, к сожалению. Сейчас, что-то я не могу в этом заграться. В общем, получается, что у нас есть, короче говоря, вот этот вот хом из С, сдвинутого на единицу, да, в А, вот, в векторных, ну, в комплексах. Вот, и нужно взять вот это фи здесь, то есть фи степени 0, то есть, если у нас есть фи степени 0 здесь, да, то он, значит, С... А, ну все правильно, то есть он переводит гравировку С, которая нулевая, в гравировку А, которая первая, да, то есть это оказывается элементом из С в А, то есть я могу его рассматривать как хом из С в А, ну, как элемент из С в А степени 1. Правильно? Потому что здесь С как бы идет на единицу вправо, и отображение комплекса в степени 0, то есть оно переходит в первую компоненту А, то есть это С в А степени 1. Так вот, утверждается, что если у меня на этот элемент есть теперь вот это вот уравнение, Д фи плюс, то есть у меня получается какое-то такое фи, но утверждается, вот из этого отображения из коалгебра, из кубара в С в А, у меня получается какое-то уравнение, значит, элемент степени 1, но утверждается, что если это произошло ограничением на векторные пространства, вот образующих здесь, то есть С взвинутого на единицу, то это фи будет удовлетворять вот этому твистинг уравнению. И более того, утверждается и обратное, что если я теперь смотрю как бы правую часть, то правая часть у меня отображение коалгебр, коалгебр из А, из С в барата. Ну, как мы уже знаем, барата – это такое вот немножко сложное образование, но оно как бы свободно. То есть чтобы задать такое отображение, это, ну, если я забыл про дифференциал в кубаре, в баре, то это то же самое, что отображение из С в векторных пространствах, да, в А сдвинутые, наоборот, на минус единицу. Вот. И теперь я задаюсь тем же самым вопросом. А, допустим, у меня, значит, вот мое отображение произошло не просто из отображений там свободных алгебр, а я смотрю еще тут вот этот кубар дифференциал. Тогда что я могу сказать про вот этот вот элемент фи, который у меня таким образом получается? И утверждение, что я могу сказать, что и в том, и в том случае это фи удовлетворяет вот этому вот уравнению. Равно нулю. То есть, на самом деле, поэтому, чтобы доказать, что вот это вот у меня есть такой вот аджанкшин, я должен сюда приписать третий член. А именно вот я пишу, что гоморфизм в даже алгебрах, там, кубар от А, кубар, извиняюсь, С в А, это равно твистинг от хом от С в А, и это равно к гоморфизму в коалгебрах из С в бар от А. Вот, ну то есть, грубо говоря, идея, что для того, чтобы доказать, что вот эта левая часть равна правой, написать вот эту часть посередине, это идея очень естественная, потому что, еще раз, так как у меня здесь алгебра свободна, то если бы вообще мы забыли бы про дифференциал, то просто бы я имел, что это отображение векторных пространств. Но так как есть нелинейные компоненты дифференциала, то получаются некоторые нелинейные уравнения на эти отображения векторных пространств. И дальше оказывается, что это все можно интерпретировать таким образом, что на соответствующем отображении векторных пространств, а именно из коалгебры в алгебру, но как векторных пространств, есть вот это вот умножение свертки, и оказывается, что и в том, и в другом случае соответствующая φ удовлетворяет вот этому уравнению. Ну и таким образом как бы показывается, что действительно есть джанкшн, то есть что левая часть равна правой части. Ну, в общем, на самом деле это несложно показать, что оно удовлетворяет вот этому уравнению свертки, но так как мое время истекло, давайте мы это немножко пока оставим на следующий раз, или вы сами там почитаете у лады или докажете в виде упражнения, что еще лучше. Ну, то есть таким образом мораль из этой басни такова, что на самом деле, что такое, какой концептуальный смысл о бесконечности алгебры я вам пока не рассказал, но про концептуальный смысл о бесконечности морфизмов я вам объяснил, что это на самом деле, ну, что это очень близко к тому, что хом в гомотопической категории, но, правда, я вам не объяснил, что такое это гомотопическая эквивалентность, но оказывается, что эту гомотопическую эквивалентность можно определить вот из той же самой вот этой вот хомосцела, только тут нужно чуть-чуть ее рассматривать как, ну да, из той же самой. То есть что вот гомотопии можно задать просто чисто явно, вот без всяких модельных категорий, можно задать чисто явно вот как бы экспонентами наоборот элементов степени 0. То есть, в общем, на самом деле, то, что таким образом получается, получается модельная категория, которая вот гомотопическая категория в точности. Но я даже в какой-то момент, когда я это все изучал, модельные категории, я там это изучал, наверное, позднее, чем вы изучаете, я решил сделать такое упражнение и просто показать, что вот этот вот там конволюшн, что это все вот, все вот это вот в точности дает гомотопическую категорию. То есть, даже алгебры, оказывается, что это довольно просто показать. То есть, что это просто то же самое, что в Квильновской. Ну, в общем, вот, то есть, обесконечность, это об этом, на самом деле. Про гомотопические отображения аут. Ну, вот на сегодня тогда все. Вам спасибо, что не убежали. Так, давайте мы это выключим.